Здравствуйте! Сегодня 28 октября и вы смотрите ежедневный обзор рынка от Макси Форекс. Робкая попытка пары EURUSD вчера на торгах в Азии начать восстановление оказалась крайне вялой и уже на уровне 1.3876 была остановлена продавцами. Статья Wall Street Journal сообщившая, что масштабы ожидаемого стимулирования для поддержки американской экономики могут оказаться не такими существенными и ограничиться постепенным вливанием нескольких сотен миллиардов долларов вместо ожидаемых триллионов спровоцировало новые закрытия сделок на покупку единой европейской валюты. Курс пары на этом фоне начал снижаться, зафиксировав к концу утренних торгов минимум на отметке 1.3770. На этом уровне быки по евро попытались взять реванш и отыграть потери, но привлекли только новых продавцов и от уровня 1.3852 пара снова начала снижение. Публикация статистики США по продажам на первичном рынке жилья, деловой активности и доверию потребителей, оказавшейся выше прогнозов аналитиков, еще более усилила давление на единую валюту, курс которой в итоге установил минимум дня на отметке 1.3734. На сегодняшних торгах предполагаем коррекцию пары от предыдущего трехдневного снижения и подъем курса евро в ценовую зону 1.3797-1.3842. Далее ожидаем возобновление снижения целевым уровнем 1.3786, 1.3734 и 1.3698. Вчера на ранних торгах в Азии после ралли предыдущего дня британская валюта в паре с долларом США продолжала боковую динамику в ожидании новых стимулов ценового движения. Резкое снижение евро вслед за публикацией Wall Street Journal вызвало фиксацию прибыли и спешное закрытие сделок на покупку пары фунт-доллар. Курс британского фунта начал снижаться, установив промежуточный минимум на отметке 1.5758. Далее динамика пары развивалась в тандеме с единой европейской валютой, завершив дневное снижение на уровне 1.5730. В нашем сегодняшнем прогнозе ожидаем откат пары отчерашних минимумов и продолжение движения в боковом диапазоне 1.5732-1.5873. Далее предполагаем пробой нижней границы диапазона и продолжение снижения. В экономической статистике четверга будут опубликованы решения Резервного банка Новой Зеландии и Банка Японии по основным процентным ставкам. Изменений здесь не ожидается, ставки вероятно останутся на прежнем уровне 3% и 0% соответственно. Кроме этого будут опубликованы протокол заседания Банка Японии по кредитно-денежной политике и сопроводительное заявление Новозеландского банка. Сегодня же Япония представит данные по объему иностранных инвестиций в экономику страны и объему капитала, инвестированного за рубеж, а также динамику изменения объема в розничной торговле в сентябре месяце. В Великобритании будут опубликованы национальный индекс цен на жилье, а также показатель розничных продаж по данным Конфедрации британских промышленников. Целый блок экономических показателей будет представлен Евросоюзом. Среди них уровень безработицы в Германии, индекс цен производителей во Франции, изменение уровня почасовой оплате в Италии, а также индекс уверенности потребителей и промышленников в экономике еврозоны в целом. Завершить дневную статистику публикации в США данных по количеству первичных и вторичных обращений за пособиями по безработице. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.